Из пункта Б в пункт А. В старом корпусе второй поликлиники ЦК МСЧ Мни Егорова под литером А буквально через пару месяцев вновь появятся штукатуры и шпаклевщики, маляры и плотники. В здании постройки 1967 года некогда располагалась единственная в засвияжье городская поликлиника. В 90-е годы прошлого века к лечебному учреждению был построен второй корпус под литерой Б. Сейчас именно новый корпус выполняет все функции поликлинической медицинской помощи. Старый корпус не ремонтировался много лет. Лишь в 2017 году на его обновление было выделено порядка 15 миллионов рублей. На эти деньги в здании провели работы по замене всех инженерных сетей. В этом году за счет средств федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения на ремонт корпуса выделено еще 20 с лишним миллионов рублей. Их планируют потратить на общестроительные работы первого и второго этажа здания. В мае этого года здесь продолжатся ремонтные работы для того, чтобы узкие специалисты, дневной стационар, прививочный и процедурный кабинет возвратились в родные стены. Сейчас же все эти специалисты находятся в новом здании поликлиники. По словам руководства поликлиники в 2019 году, за счет силы программы развития здравоохранения в Ульяновской области на третьем этаже удалось провести капремонт. Поверим на слово, так как нашей съемочной группе не удалось воочию посмотреть на преображение из-за преград строительных нагромождений. Мы произвели ремонт третьего этажа и также полностью заменили кровлю этого здания. В этом году планируется очередной этап ремонта этого здания. Я думаю, что это будет завершающий этап. Сегодня вторая поликлиника медсанчасти является одной из самых крупных в городе. В ней получают медицинскую помощь более 73 тысяч человек по территориальному прикреплению Засвияжского района и пригородной зоны Ульяновска. Ежедневное лечебное учреждение обслуживает не менее полутора тысяч человек. В масштабах нацпроекта здравоохранения для повышения качества оказания медицинской помощи в поликлиниках Ульяновской области проводятся ремонтные работы.